Всем привет! Снимала я 3 дня влоги, что-то они мне не понравились, поэтому я вам расскажу и покажу, как у нас дела и какие у нас новости. И начну я с того, что вчера к нам приехал заказ из Икеи. Заказываем мы на дом, потому что в Икею я в выходной день вообще сываться не хочу, с ребенком тем более. Все это тащить, переть, тратить время, силы, нервы, деньги дополнительные. Наверняка, во-первых, наберешь всякого ненужного, а во-вторых, это тоже поездка, это тоже покушать и, в общем, то и на то и выходит. Сейчас вот здесь у нас такая полочка из Икеи, мы заказали точно такую же. Сейчас, когда все поставим, я сделаю. И вот здесь столик стоит, такой икеевский, кофейный. Мы заказали детский, тоже покажу, когда все поставим. Если кому интересен сайт, через который мы заказывали, я напишу внизу, но можно набрать в поисковике доставка Икеи. И вам выдаст кучу разных компаний, выбирайте, какая вам нравится. Мы заказали еще полку для Тимкиных игрушек, заказали детский столик и стульчик. То есть наша гостиная потихонечку, полигонечку становится детской и в дальнейшем, пока расширение жилплощади не предвидится, это будет детская комната. Ну, детская-гостиная, какой она является и сейчас, просто мы планируем, что Тимка здесь будет еще и спать. Поскольку мы вчера собирали мебель, готовили, выходные, все дома, дом-бардак, и мне как раз недавно предложили протестировать сервис уборки клининговой компании, который называется «Кислород». И вот, что они мне написали. Все средства, которыми кислород производит уборку и которые хочется вам предложить, содержат пробиотики, полезные бактерии, способные поддержать микробиологический баланс в доме и обеспечить более высокий уровень чистоты. Вот, пришла девочка Каролина, прекрасно убралась, у нас дома такая чистота, убиралась она 5 часов, 5, 5, 5, 5 часов. Но я заказала еще, чтобы помыли холодильник, чтобы помыли духовку и помыли СВЧ. У меня руки все до этих мест никак не доберутся, а тут попался такой прекрасный шанс и все идеально чисто. У нас дома очень чисто, у нас я заказывала, кроме уборки, еще помыть духовку. Смотрите, стекло очень чисто, у меня здесь были капли жира, я духовку не запускаю, но все равно давно уже она не мытая была. Поддон вообще, как новый. Смотрите, как все чисто. Вот задняя стенка тоже бывает заляпана у меня, тоже чистота. СВЧ, ух, там даже меня видно. И вот это вот у нас лопается иногда, не всегда крышку открываю. И попросила еще помыть холодильник. Весь холодильник, не вынимая продуктов, помытый, очень вкусно отсюда пахнет. Бывает запах еды, здесь сейчас вот прям прекрасно пахнет, мне очень нравится. Ну и, конечно же, наше самое-самое грязное место на кухне, это детский стульчик, тоже весь отмытый. Так, и даже, и снизу даже ничего нету. Ну, красота. И для уборки используются натуральные средства. Мне подарили три. Один это гель для рук. Я подумала, что это, ну, достаточно понятный, что такое антисептический гель для рук. И тут подарили две штуки. Мне очень заинтересовало. Значит, одна для дома. Называется не ПИП. Легко запомнить. Пробиотика in progress. Переводится для дома. Это, короче, спрей пробиотики для дома. Здесь написано, обработать постель и подушку перед сном в течение трех секунд первые семь дней. Далее один раз в три дня. Чрезвычайно полезно для дыхательных путей. Активно подавляет размножение пылевых клещей. Значительно снижает количество опасных микробов. Оказывает противоаллергическое, дезинфицирующее и ранозаживляющее действие. Блокирует воспалительный процесс. На всякий случай, это как бы не лекарственное средство. Это для дома. Средство его вот надо просто распылять. Пахнет, кстати, очень приятно. И после уборки у нас квартира очень, ну, сама очень приятно пахнет. И вот такая же штучка, тоже средство очищающее, но написано для зубных щеток. Но смысл в том, что можно чистить зубные щетки, капы и даже полоскать рот. Вот эти вот. Вот так они выглядят. Очень вкусно пахнут. И мне действительно интересно ими воспользоваться. Сегодня мы ездили в детскую стоматологическую клинику Рудента. Рудента Китс находится на Хадынке. Будем зубки его показывать. Посмотрим, что нам скажут. Кто не знает, детенки с зубами проблемы. Мы ездили выяснять, что можно делать без наркоза. В итоге выхода два. Либо лечить зубы под наркозом. Но у нас не такая плохая ситуация, как бы выяснилось. Либо давать какие-то седативные средства и держать ребенка. Я против того и против того. Особенно я против того, чтобы держать ребенка. Потому что фиг с ними с молочными зубами. Они там все равно выпадут. И как-то мы это там сделаем. Но если ребенок будет бояться стоматолога, то он во взрослом возрасте к нему не будет ходить. А это может вылиться в более серьезные проблемы. В общем, мы ждем до 4 лет, когда можно делать лечение под маской. Это маска, которая одевается с веселящим газом. Или с каким-то там ребенок расслабляется. И уже он взрослый, с ним можно договориться. Там за мультики, за всякие вкусняшки и прочие вещи. В общем, подкупить ребенка и сделать процедуру необходимую. Тем более сейчас куча обезболивающих ему будет не больно. Но я говорю, я против того, чтобы ребенка держали. И я не хочу делать саму наркоз. Потому что это влияет на нервную систему. А это именно то, за что я очень переживаю. И пока... В общем, нам сказали, что мы можем дотянуть до 4 лет. Кстати, врач попалась квалифицированная. Она спросила про грудное вскармливание. И все рассказала. И в итоге был вывод, что все, в общем, зубы разрушаются из-за того, что во время беременности, там, 3-7 неделя, что-то с организмом происходило не так. Но, собственно, у меня был длинный перелет. Возможно, там как-то организм вот так вот сработал, что эмаль осталась более слабой. Ну, вот, в общем, как-то так мне объяснили. Сама клиника мне понравилась. Там для детей все сделано. То есть, такая детская клиника. Я в других детских не была. То есть, там детская комната, все. Там какие-то цветочки, облачка. Очень красиво. Мы еще с Тимкой были на тусовке Hasbro. Нас позвали как... Меня позвали как блогера. И там было шумно-громко, много игрушек. Нам подарили большой пакет игрушек. Некоторые из них я буду разыгрывать, потому что нам они не нужны. Там мне очень понравилась презентация Furby. Такой, знаете, как гремлин. Разговаривающий. Ну, в общем, у меня был такой, я от него тащила. Сейчас у этого Furby. 150 миллионов функций. И самый... Фиг с ним. Вы сами можете посмотреть, что с ним. Что это за штука. Мне понравилась презентация. То есть, нам показывали на экране, но сама презентация проходила... Где-то она проходила. И там мальчик, 7 лет, одет в одежду Стива Джобса. Ведет презентацию. То есть, такой же, как презентация айфона. Прям очень круто бы было сделано. Технологии. Они делают нашу жизнь интереснее и увлекательнее. Новые открытия. Позволяют нам включать безупречные устройства. И превращать бездушные механизмы в друзья. Я ждала, что у меня все спорные люди. То есть, всю свою жизнь. Представляем вам новую разобоку будущего лучшего друга. Furby. У меня был в детстве Furby. Тимка. Дальше. Завершаем мы грудное вскармливание. Девочки, видео я сниму, когда завершу грудное вскармливание. Отдельно по вашим запросам сниму наш опыт. Отлучение именно на сны. Потому что это самая большая проблема у большинства. И, возможно, даже будет вебинар. На ютюбе там бесплатный. Потом более подробно меня просят сделать платный. И вообще, меня в последнее время просят о платных консультациях. Я не знаю, честно, как мне быть. В принципе, я готова. Я могу проводить. Но на это, опять же, нужно время. Если я за что-то беру деньги, то, мне кажется, я должна прямо вот хорошо подать информацию. Преподнести, не отвлекаться на ребенка. Ответить на все вопросы. То есть, ну, к этому надо подготовиться. Поэтому, когда это будет, я не знаю. О своем опте я, конечно, все расскажу. Да. И еще по маршке завершаем мы грудное вскармливание. У меня ребенок, конечно, просит подтвердить ему, что у нас происходит. И я заклеила грудь пластырем. Как бы это было неправильно. Ну, в общем, консультанты считают, что это неправильно. Я считаю, что если вам надо, в общем, выбирайте из двух зол меньше. Что вам больше не нравится? Что у ребенка, возможно, будет какая-то травма. Или что ребенок будет продолжать есть грудь столько вот, сколько вы не хотите. Горшок. Очень многие просят видео про горшок. Я никак не могу сформулировать, что же мы такое делали, чтобы у меня ребенок ходил на горшок. То есть, у меня есть видео два, где я долго-долго рассказываю, что мы делали. Но я не люблю сама смотреть такие видео. Как сформулирую, тоже сниму. Эпиляция. Да, я продолжаю курс лазерной эпиляции. У меня, по-моему, восьмая процедура. Очень большой прогресс. Во-первых, там в салоне появился новый аппарат, который сильнее по мощности и меньше времени занимается делать эпиляцию. И, во-вторых, с завершением кормления у меня гормоны опять скакнули. Что также видно на моем лице. С этим отдельная тема. Про прощи расскажу. Ну, и волосы стали менее активно расти. Ну, или просто все повыпадали. Я думаю, что либо это, либо следующая процедура будет последняя для таких зон, как подмышки и сверху бикини. А ноги и глубокое бикини мы еще доделаем. Из последних тоже новостей. Режим дня у нас слетел. Тимка у меня засыпает в 23.00. И вечером я просто не могу ничего уже делать. Я уже уставшая. И, соответственно, я всем занимаюсь днем, когда он спит. Пытаемся восстановить режим. Бужу его раньше. Но пока что-то у нас за пару дней не особо много чего получилось. У меня еще есть два пункта обсудить с вами. Это гормоны или луна. Ну, поскольку у меня женский канал, будем говорить о женском, что-то меня вот колбасит после середины цикла. То есть, либо это с луной растущей или убывающей связано, либо именно с гормональным фоном. Причем, я думаю, что второе. Что гормоны свои стали ощущать очень сильные. Они на мое настроение влияют. В общем, первую половину месяца я бодрая, веселая, у меня позитив. Все сделаем, все добьемся. И потом вторая половина месяца я такая унылая. Хочется, не знаю, закрыть канал, все нафиг выключить, ни с кем не общаться. Все меня бесит, раздражает. То есть, ну, прям вот тяжело что-то делать. И сейчас я именно как раз во второй фазе, когда вот прям со скрипом все делаю. Все, вообще ничего не получается, ничего не успеваю. Вот, в общем, не очень приятное состояние. Как с этим бороться, я еще не придумала. И последнее, о чем хочу с вами поговорить. Здесь мне предлагают сотрудничество в магазин новогодних игрушек. То есть, они предлагают мне заказать много-много игрушек, или сколько я захочу, украсить квартиру и показать, как я украсила квартиру. В принципе, идея хорошая украсить квартиру к Новому году, украсить дом, сделать праздник в первую очередь для ребенка. Мне так понравилось сделать праздник для ребенка, что я не могу остановиться. Я уже некоторые там вещи заказала с ebay, к нам уже едут. Я надеюсь, до Нового года доедут. И вот я думаю, соглашаться ли на сотрудничество или нет, и украшать дом, в общем, как-то отдельно или нет. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то буду очень рада их услышать. И напишите, пожалуйста, нравится ли вам такой формат видео, рассказы, болталки. Можно как-то показывать, мы поехали туда, мы поехали сюда. Это, конечно, классно, но как-то вот, не знаю, посмотрела на это, мне не понравилось. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам было интересно. Жду ваших комментариев, отзывов. И напишите мне еще, о чем вам рассказать. Буду составлять план видео. Спасибо большое за просмотр и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok